Широко известный в узких кругах Григорий Явлинский как-то метко заметил, что ситуация в стране не требует такого глубокого кризиса. Ну, иногда и Явлинский удачно высказывается. А я же прошу всех отнестись серьезно к следующей информации. Эксперты заявили, что падение ВВП России замедлится примерно в четвертом квартале текущего года. А вытягивать экономику из рецессии будет корпоративный сектор. При этом эксперты сказали, что дно кризиса еще впереди. Ожидаются снижения потребления на фоне дальнейшего замедления инфляции, но в инвестициях и промышленности ожидается более глубокий спад. Между тем, для потребителей этот год вообще стал худшим за 17 лет. Внутреннее частное потребление, по оценкам Росстата, за первый квартал сократилось год к году на 9% и превышает показатели любого квартала кризисного 2009 года. В общем, запишите дату или запомните. Если вы после этой даты не заметите улучшений, то вы определенно что-то делаете не так. Инфляция в России в июне 2015 года составила 0,2% в годовом выражении. Рост потребительских цен замедлился до 15,3%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли на 8,5%. В июне прошлого года инфляция составила 0,6%. Аналитики прогнозировали инфляцию в июне на уровне 0,3%. Недельная инфляция к концу июня замедлилась до нуля перед ожидаемым скачком цен в июле из-за повышения тарифов. В прошлом месяце в семи субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на полпроцента и более. Если верить прогнозам, ждать осталось совсем немного, а там будет постановка экономики на другие рельсы и уж тогда-то мы точно заживем. За первые пять месяцев 2015 года российский турпоток в Турцию сократился на 28%. В прошлом году в этот же период Турцию посетило 1,118,000 человек. В этом году с трудом набралось 801,000. При этом в представительстве отмечают, что такая ситуация отмечается впервые с начала 2000-х годов, за исключением кризисных 2008 и 2009. Причем в основном туристов недосчитались Анталия, Стамбул, Мугла и Даламан. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1615 пунктов. В лидерах роста Яндекс, Газпромнефть, Полюсзолото, Интеррау, Россети и Лукоил. В аутсайдерах РДР Русала, Акрон, ТМК, ГМК Норильский Никель и Полиметалл. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. По-прежнему инвесторы на мировых рынках следят за событиями вокруг Греции и ожидают решения по иранским переговорам. Вчера биржи Старого Света закрылись в минусе. Американские фондовые индексы завершили день повышением. На азиатских площадках преобладают продажи. Курс доллара на 8 июня 57 рублей 21 копейка. Курс евро 63 рубля 8 копеек. Золото стоит 2145 рублей за грамм. Серебро стоит 28 рублей 72 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 57 долларов 67 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.